Всем привет, ребят! Продолжаем проходить баротравму, двигаться ближе к центру и, как мы помним, находимся мы уже примерно посередине между центром и краем данного спутника. И, естественно, у нас есть миссии, мы можем пойти еще ближе к центру, либо направиться немного выше. Я все-таки возьму миссию, которая будет повыше, так как здесь у нас есть разбор обломков, потому что здесь вообще, по-моему, миссии. Да, здесь нет миссии, нет смысла брать, нам надо заработать каких-то деньжат, чтобы потом что-нибудь купить, а тут за разбор обломков дают 2800 кредитов, поэтому это очень хорошо. Из команды у нас, как видим, инженер-механик-помощник. В магазине мы, я не знаю, что нам надо купить, возможно, возьмем еще несколько стержней, можно взять, я думаю, топливных стержней, ну так, на всякий случай пару штук возьмем. Так, в принципе, все. Ну, все остальное у нас есть, это как бы необходимо. Еще, наверное, взять нужно будет какое-либо оружие, потому что там его было не так много, насколько я помню. Хотя, ладно, ничего брать не будем. Все, оставим бабки на команду, потому что нам в любом случае надо будет покупать членов экипажа, у нас нету просто денег, поэтому, ну, в принципе, начинаем разбор обломков. Ёпта, команда молодости наша, а где капитан? А капитана мы, по-моему, в прошлой миссии и потеряли, точнее, в прошлой серии прохождения данного. Мы потеряли кэпа, да, я вспомнил. И у нас, естественно, остался помощник, инженер-механик. Но, естественно, буду я управлять кораблем за помощника, а инженер-механик пусть занимаются своими обязанностями, следят, чтобы все было у нас четко, чтобы подлодка двигалась. Ну, и, да, здесь подлодка классная тем, что я, в принципе, могу сам быстро садиться на пушки. Поэтому, как бы, нормально сможем, наверное, что-нибудь сделать. Так, ну что, да, блин, до обломка еще полтора километра, ё-моё, ну, что ж ты будешь делать? Активно сонар и отплываем. Также есть вероятность, что мы в этих обломках, то есть в подводной лодке, встретим Таламус. Но, если мы его встретим, я не знаю, как мне с ним присвоевать, потому что, скорее всего, я за обломками пойду один помощником, а инженер и механик останутся на корабле. Все, мы двигаемся, в принципе, к обломкам. Надеюсь, никого мы не встретим здесь. Я бы хотел, чтобы мы никого не встретили, потому что нам надо немного заработать деньжат, потом надо еще миссию выполнить, заработать деньжат, чтобы нам нанять новых членов экипажа. Наверное, это будут инженеры, потому что у нас очень быстро горит проводка, и, как бы, не успеваем ее чинить, затапливаемся, ну, и так далее, чтобы не вайпаться постоянно, потому что, как бы, в компании нужно будет вайпаться, перезагружаться и проходить миссию заново. Так, ну, что, там до обломков километр, грубо говоря, остался. Я думаю, сейчас мы быстренько залутаем, там надо что-то найти будет, чтобы миссию засчитала. Пока что все проходит достаточно тихо, вообще никаких монстров нету, но это хорошо, как бы. Залутаем под лодочку и быстренько домой получаем деньги, что-нибудь покупаем и идем дальше. Мне это нравится. Вот, чтобы так все миссии проходили, конечно, было бы четко. Не, ну, естественно, потом, когда экипаж будет побольше, хотелось бы, конечно, чтобы экшон был. Так, непонятно, нам вниз тут лучше или давайте право проплывем, если что, вернемся вниз, потому что немного непонятно, куда здесь надо идти. Я, кстати, так и не посмотрел, сколько топливных стержней, может, нам все-таки не хватит. Ну, в любом случае. По-моему, я еще закупался. Просто, на самом деле, не помню о прошлом сохранении, надо было пересмотреть видео, на самом деле. Что там у нас было? Ну, да ладно, ничего страшного, по-моему, есть кто-то, да, автопилот, сохраняем положение. Да, это такие, как бы, несерьезные ребята. Но, если их много, они, в принципе, могут пробраться на корабль и достаточно большие проблемы сделать. Вот эти вот больше составляют проблем. В них, как только постреляешь, они отплывают, и потом нужно просто... Просто на них затрачиваешь очень много времени. Вот они, видите, отплыли, отплыли. Какие демоны недалекие, на самом деле. А, ну все, мы, в принципе, всех убили. Я надеюсь, что всех, потому что... Да ну нахер. Бля, пожалуйста, чините, ребята. Надо, короче, все, это одеваем скафандр однозначно. И, естественно, скафандр без баллона. Поэтому сейчас быстренько все запилим. Я думаю, труда здесь не составит это сделать. Так, к нам опять кто-то подходит. А кто нас долбит? Кто нас долбит так жестко? Я не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это пожестче чувачок будет. Короче, все-таки встретили мы монстриков. Ребятки, да, не хотелось их встречать. Но что поделаешь. И как бы нам еще раз не вайпнуться здесь. Посмотрите просто, что он делает. Чел. Алло, что ты делаешь? Одень скафандр. Почему такой тупой? Все-таки писали разрабы, что починили NPC. В плане того, что они стали умнее. Но, если честно, не особо это заметно. То есть, челик просто плавает. Когда у нас есть скафандр, можно проплыть, его найти. У нас еще где-то потоп. Так, надо все-таки нашему... Ну, он, в принципе, и так чинит системы поврежденные. Блин, на самом деле тяжело играть с ботами. Чел, ну ради бога, займись реактором. Они порой, не знаю, чем им заниматься. Они делают такую хрень. Просто вот неимоверную. Прибежал сюда. Просто вот, видели? Прибежал бот и просто тут бегал. Просто бегал, ничего не делал. Смысл его, что он здесь вообще был, я не знаю. Ну, как бы, это говорит о том, что нифига они не стали умнее. А такие же дупые остались, как и были. Так, все. Можем плыть дальше. Я не знаю, ребята, как мы будем с вами идти на обломки, если там еще таламус будет. Таламус, да. Потому что, как бы, ну, невозможно подлодку оставить. На вот этих наших бравых ребят. Нам осталось, грубо говоря, убить последнего этого монстра. И мы можем плыть дальше. Хоть ты выплывай, да, убивай его с автомата. Но это, в принципе, еще без шансов будет. И самое печальное, друзья, что его просто не видно. Где он, что он? Его просто не видно. Я не знаю, как здесь. Он просто не хочет выплывать. Значит, мы попробуем сейчас сделать по-другому. Мы оденем скафандр. Возьмем автомат в руки. И попробуем не выплывать. Вот он, в принципе, будет здесь. Ну, давайте что-нибудь попробуем с этим сделать. Так, в принципе, он нас задеть не может. Сюда он попасть не может. Так, у нас еще есть один автомат. Где он? Сразу полкабины мне спилил. Вот это демон просто. Так, все, ребят, мы его убили. Так, значит, нам надо сейчас новый сварочный... У нас вообще живы боты или нет? Все живы, но никто ничего не делает. Почему? Почему так происходит? Так, выкидываем просто этот нахер скафандр. Скафандр одеваем. Одеваем еще более пустой. Так, окей. Берем просто новый сварочный аппарат. Просто даже не парись насчет... Итак, все. Мы сейчас просто заделаем дыры и плывем к Таламусу. Ну, это, конечно, экшон был. Если бы еще чуть-чуть, то... Меня бы он просто убил. И был бы еще минус один член экипажа. Потому что, как бы, вайпаться я буду только в суперэкстренных случаях. Когда уже просто, ну, ничего нельзя. Когда всю команду разберут. А если будет еще минус один член экипажа, в принципе... Да даже одному можно управлять подлодкой. Но это будет очень долго. Это будет экшон. Это неудобно будет. Ну, вообще, короче, край. Так, что нам надо, чтобы починиться? В любом случае, бинты, пакет с кровью, инопланетная кровь. Зачем инопланетная кровь? Тем более, у нас ее, наверное, не будет. Физраствор. Жидкийислород я, кстати, не буду брать. Потому что оно хоть здесь и показывает, что оно как-то помочь может. Но я в прошлый раз, когда брал жидкийислород, я просто помер. Мой персонаж просто... Так, бинты есть. Так, давайте, наверное, все-таки возьму у себя в руки. Потому что как-то оно не хочет так определять. Так, что нам надо с головой делать? Укус. Что нам поможет? Антибиотик и бинты. Но пока что можем бинты наложить. А у нас антибиотика, наверное, нету, да? Пакет с кровью. Помогает ли он нам? Ну, давайте попробуем пакет с кровью применить. Я не знаю, на самом деле, как он поможет. Вот, он может сделать хуже, потому что у нас, как бы, нету медицинских навыков. Ну, хз даже, как бы. Вот, кстати... А, подождите, это клей. А здесь что надо? А, ну, клей, в принципе. Что, просто на лицо его себе приклеить? Ну, вы поняли, да, ребята? Вы поняли, что бывает, если пользоваться этими подсказками. И все? Внутренняя травма. Ну, что сказать? Так, что могу вам сказать? Значит, очень хорошая игра. Которая помогает. Так, давайте попробуем лечить. Кислорода нету. Нехватка кислорода. У нас, по-моему, есть, да? Жидкий кислород. Да нихуя у нас нету. Вообще ничего нету. Так, что у него есть? Клей этот просто выкидываем. Ну, давай попробуем реанимировать. Я хз даже. Как ты будешь реанимироваться? Недостаточный уровень медзнаний. Список подходящих методов лечения может быть неточным. А, вон оно как. То есть... Я понял. А, значит, вставай, челик. У нас еще проблемы с кислородом есть. Так скажем, по собственной глупости мы теряем еще одного члена экипажа. Ну, и не стоит забывать, наша главная цель – это миссия. Поэтому что мы делаем? Ручное управление. Все поломано. Все к херам летит. Просто все полетело к херам. Но это хрень. Мы не будем вайпаться. Будем играть дальше. В принципе, два члена экипажа еще достаточно могут справиться с чем-нибудь, да? Так, что у него есть? Плазменный резак. ПП пустой. Я думаю, можем уже плыть. Потому что, как бы, ну, все нормально работает. Починено. Так. До обломков осталось всего лишь 600 метров. Я надеюсь, что мы уже всех монстров сагрили, и просто за эти 600 метров к нам уже никто не подплывет, то что это будет просто ад. У нас и так минус 1 член экипажа. Ну, грубо говоря, по глупости, да, как бы не надо было клей ему в рожу просто наливать. Но, сами видели, просто необходим медик. Необходим медик, чтобы у него отображалось список лечений правильный. Да, и он эффективнее будет лечить, поэтому. А тем временем до обломков остается всего лишь 300 метров. И, в принципе, все, мы подплываем. Сейчас будет четко, все, залутаемся. Уйдем на базу, но все равно у нас денег не хватит. Жалко, вот здесь нету какого-то, я не знаю, рекрутирования, чтобы, например, когда на ванпост приплываешь, можно было кого-то рекрутировать, чтобы, так сказать, не покупать за эти 10 тысяч. Ну, 10 тысяч, там много кредитов. То есть 9, ну, я округлил, да. Чтобы можно было там рекрутировать челика, например, за какой-нибудь там артефакт, который добыли, да, в игре. Например, не знаю, за алмаз. Ну, тут не алмазы, здесь всякие вот минералы, алюминий, чтобы можно было там дать, например, его семье этот алюминий. И забрать, типа, там, к нам на подлодку одного, там, члена семьи. Ну, грубо говоря, то есть как-нибудь это придумать можно было бы. Было бы на самом деле круто, и не надо было так, надо останавливаться, потому что это, как бы, песня долгая сейчас будет с этими остановками. Оп, автопилот. Я думаю, что мы идеально просто подплыли. Итак, что нам надо? Значит, эти все болты. Однозначно надо плазменный резак. Возьмем, наверное, в чемодан. Отлично. Кстати, так, мы вместо отвертки, отвертку мы просто оставляем здесь. Сонар нам не нужен, сигнальный огонь я не знаю, но возьмем, чтобы подсветить просто подлодку, потому что, наверное, темно будет, скорее всего. Первое, что мы возьмем, это скутер. Так, лом нам тоже пригодится. Сварочный аппарат нам нахрен там не нужен. Плазменный резак надо делать все быстро, потому что, как бы, идет время. Фонарик, фонарик, фонарик. В скафандре не нужен, в принципе, это лишний физраствор, это бинты оставим. Так, кепку оттенем. Все, капитан. В принципе, все. Так, 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 так. Из оружия. Что нам надо из оружия? Давайте вообще посмотрим, что в арсенале осталось. Все, ребят, ну, вы слышите, что здесь монстрики, как бы, да? Давайте сядем на пушку, посмотрим. Да, 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 видно. Бля, да это жесткие. Ну, такие, как бы. Ну, понятно, да? То есть, такие демоны, как бы, не сильно жесткие, но жестковатые. Сейчас мы их быстро убьем. Я, по-моему, их надеюсь, что их двое только. Мы взяли два пистоля. А, мы были в арсенале, да. Так, что у нас еще есть? Электрошокер. Я не знаю, как он поможет. А где гарпун? Подводное ружье. Вот оно. Подводное ружье возьмем вместо плазменного резака. Его в самый конец положим. Ну, как место? Вместе с ним. И гарпуны у нас есть, да? Возьмем еще пару гарпунов себе. А, мы не можем положить. Тогда возьмем себе пару гранат. Возможно, тоже пригодятся. Но это не точно, как бы. Так. Все, осталось нам найти, где еще один монстрик. Убить его? Да хер его знает. Нигде не видно. Ладно, это все мелочи. Вот тут только лежит. Все, инженер. Я надеюсь, инженер все-таки судно сохранит. Целости и сохранности. Так. Сразу. Сразу поменяем. Кислородный баллон. Ну, ребят. С богом, как говорится, да? Поплыли. Лом, резак, все есть. Поплыли. Надеюсь, что нас не сожрут. Ну, монстр слышен, блин. Ну, просто нет времени его искать на самом деле. С пушками, не с пушками. Так, тут сразу же есть. Кто-то есть и в подлодке. Кто-то есть и в подлодке. Так, ладно, давайте залутаем сейчас. Блин, даже не оставил себе, кстати, место для лута. Вот понабирал всякой хрени. Так, что у тебя есть, чувак? У тебя ничего нету. Только единственное, ты кто? А, ты капитан, походу. Да? У тебя есть пропуск в боевой части корабля. Короче, место вот этой хрени полож... Что? Выкидываем. Пропуск положим. Так, все, положили пропуск. Так, судно мы открыли, кстати. Это хороший знак. Топливный бак. Судовой журнал, да? Наверное, вот это вот нам надо по-любому будет. Так, пластик я просто... Да не пластик. А, все, я понял. У нас же... Что мы делаем? Мы поменяем местами и выкинем просто, чтобы оно чисто нам подсветило. Я же специально для этого и взял. И второй тоже самое. Берем бортовой журнал. И у нас, в принципе, все. Как бы миссия выполнена, но мы еще, конечно же, ребятки, здесь залутаемся. Посмотрим, что здесь есть. Просто как бы очень опасно, что здесь есть какой-то монстр. И это слышно по звукам. Так, что здесь у нас есть у него? Ничего как бы важного, ценного. Так, значит... Так, челика можно уже отпустить. Ой-ой-ой-ой-ой! Видели, да? Ну что, значит, сейчас будет война. Не на жизнь, а на смерть, как бы. Нашел все-таки нас этот демон. Но ничего. Фух. Жестко на самом деле было. Бля, я думал, все, он меня сейчас сожрет. Это он плавал за нами все это время. Это демон, вы представляете? Ну, ее, кстати, можно что-нибудь забрать? Не, ее ничего нельзя забрать. Фух, ребят, теперь можно спокойно залутаться. Все, ладно, не будем тогда мы тратить время. Мы, в принципе, миссию выполнили. Возвращаемся в нашу подлодку. И будем уплывать, потому что, как бы... Все, друзья, мы возвращаемся. Возвращаемся, наконец-таки, на нашу подлодку. Все живы, как бы, все здоровы. Но почему-то у нас, походу, небольшие проблемы, я так понимаю, с реактором, да? И чел наш реактором вообще не занимается. Я, как и говорил, хорошо, что я взял два топливных стержня, потому что это, как бы, ну, они, видите, как обязательно нужны были. Да, навык, конечно, управления подлодкой. Это жесть. Можно вот крутить ей просто, и она будет на месте оставаться. Это стрелочка. Потому что, как бы, механик, он, по сути, не должен ей управлять. Должен быть капитан, либо, там, помощник. У него более-менее скилл есть. А вот механики, инженеры, они должны немножко другим заниматься. Но в связи со сложившейся обстановкой, как бы, у нас получилось все именно так. Фух. Все, ребята, мы стыканулись. И все. Мы сейчас будем на аванпосту. Миссия была, на самом деле, очень тяжелой. Минус один член экипажа, как бы, туда-сюда. Рапторы, там, шмапторы. Остается у нас два члена экипажа. Мы уже практически приблизились к центру. В принципе, ребят, как увидим, мы достаточно большой прошли путь. Но, как бы, у нас были и жертвы. У нас уже минус два члена экипажа. Подведем итоги. Осталось два члена экипажа. Это инженеры-механики, которые просто не умеют управлять, можно сказать, подлодкой. Единственный плюс, то, что инженер, как бы, более-менее что-то может чинить. Ну, и я за механика, соответственно, буду латать подлодку и стрелять. Не знаю, что будет дальше. Придется там вайпаться, не вайпаться. То есть, начинать новую кампанию. Но, по крайней мере, мы постараемся дойти как можно ближе к центру. Ну, и если все-таки получится так, что всех перебьют. Ну, будет такая своя история данного прохождения. Ну, естественно, следующее прохождение мы будем делать более интересным. Опять же, ближе к центру. Более будем делать все это быстро, чаще. Вот. Итак, друзья, следующая серия выйдет уже скоро. Буквально день-два я планирую ее выпустить. И в следующей серии мы уже с двумя членами экипажа направимся к естественному образованию. Серия будет следующая интересная, потому что, ну, вы понимаете, два члена экипажа. Механики, инженер всего лишь, который не умеет ничем управлять. Будут что-то пытаться добыть артефакт и двигаться дальше, ближе к центру. Поэтому спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Также в скором будущем я планирую провести прямую трансляцию по Баротравме. Поэтому, друзья, следите за новостями канала и не пропустите ее. Всем удачи и до скорого!